Весенне-зимней сессии вебинара Климова-Зателепина я выключил звук у всех, кроме Зателепина и Пархомова. А демонстрировать картинки будет Влад Жигалов, говорить будет Пархомов. Но немножко пару слов я хочу сказать, как обычно в начале нашего вебинара. Сегодня 21 июня 2023 года, московское время 16 часов 13 минут. Ну как-то мы решили эту проблему, к сожалению, не до конца, но тем не менее уже можно работать. Два объявления я хочу сделать. Во-первых, мы открыли, и я разослал всем уже два раза, разослал объявление о том, что мы открыли группу в мессенджере, как сейчас говорят, Telegram. Ну это аналог WhatsApp, аналог Viber, Telegram, в котором мы открыли группу, которая называется вебинар Климова-Зателепина. Вот у меня просьба всем туда вступать, для того, чтобы мы могли обмениваться информацией не только во время вебинаров, но и между ними. И более того, докладчики будут свои слайды предоставлять, будем на это их настраивать до начала вебинара, и можно подготовиться более тщательно, какие-то даже предварительные вопросы задать. Таким образом, мы сможем повысить качество наших вебинаров. Я хочу поблагодарить Владимира Пинича, который, собственно, подал эту идею, ее реализовал практически. Вот я там, так сказать, только как один из соорганизаторов этой идеи открытия группы в Telegram выступаю. Владимир Пинич, он проживает в славном городе Гонолулу, его время отличается от нашего на 13 часов, у него сейчас где-то там 2 часа ночи примерно, поэтому или даже меньше, поэтому он не участвует, но регулярно смотрит наши видеозаписи и дает толковые советы. В частности, вот он подал вот такую идею, которую я поддержал по созданию такой группы. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что где-то через какое-то время в основном информацию о новых вебинарах, о темах и том, как подключаться, мы будем давать в основном через Telegram. А адрес этого... Евгений, 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 пожалуйста, внимательно читайте мои письма. Вы мои письма не читаете. Вы их почитайте от начала до конца. Вы видите, Затерепин что-то там прислал, плевать на него. Вы его не читайте. Вы его откройте, почитайте. Там все написано. И правда ваша. Ладно, сейчас не будем спорить. Пока вот такая общая. Если что-то непонятно, напишите мне, пожалуйста, в e-mail, я вам отвечу. Вы очень важный участник нашего вебинара. Теперь еще одно объявление. Сегодня у нас последней весенней сессии вебинар. Мы уходим на каникулы летние, которые у нас продлятся до 13 сентября 2023 года. И 13 сентября выступит Леонид Ирбекович Уруцкоев, который продолжит свой рассказ о чернобыльских проблемах. И, собственно, там будет уже речь идти, насколько мы с ним договаривались, в основном о научных проблемах, которые там море. И в том числе некоторые даже решения, нетривиальные идеи. И в частности, там вот с землетрясением, там и так далее. Итак, 13 сентября выступает Уруцкоев через два с половиной месяца. Сегодня доклад Пархомова-Жигалова «Новый подход к исследованию треков странного излучения». Вот мы видим это на экране. Демонстрирует слайды Жигалов, говорит Пархомов. Я пару слов, Саш, я чуть-чуть, я пару слов все-таки хочу сказать. Вот я очередной раз вижу слово «странное излучение». Я этот термин обсуждал непосредственно с его изобретателем Леонидом Ирбековичем. Он согласился со мной, что этот термин не очень корректный. «Странное излучение». Я об этом много раз говорил. Сейчас вот я открыл специально, ну вот книгу, вы меня, правда, плохо видите, поскольку у нас демонстрация идет, уже началась. Вот книга называется «Физические величины. Справочник. Энерго. Атом. Издат». Раздел в этом справочнике называется «Элементарные частицы». В этом он написан Юрием Петровичем Никитиным. И в этом разделе, это один из многочисленных справочников, любой справочник можете открыть, и там будет примерно то же самое. В этом справочнике в элементарных частицах есть раздел «Законы сохранения и внутренней симметрии у частиц». И вот там есть такое подразделение «Нестрогие законы сохранения квантовых чисел элементарных частиц». Я перечислю, какие это нестрогие законы. Вы сейчас поймете, почему я это перечисляю. Изотопический спин. Я не буду раскрывать, что это такое. Я просто прочту. Изотопический спин. Странность, которая обычно обозначается большой английской буквой «С», очарование «В» и прелесть «В», гиперзаряд, пространственная четность, зарядовая четность и «Джи-четность». Вот такие нестрогие. Это такая стандартная модель так называемая. Итак, повторяю еще раз. Странность термин уже занят для разного рода излучений. Этот термин занят. Если мы хотим на наших вебинарах говорить на языке, принятом остальным физическим миром, нужно использовать правильно термины. Термин странность, я уже более жестко говорю, термин странность занят. Друзья, занят, поймите вы это. Я его, это излучение, называю неизвестным, ну для того, чтобы хоть как-то чего-то это обозначать. Мы действительно про него ничего не знаем. Я не настаиваю на слово «неизвестное», но слово «странность» довольно странно в применении к излучениям. Я закончил. Саш, пожалуйста, тебе слово. Ну я прокомментирую, то сказал Валерий. Значит, ну во-первых, в ядерной физике есть термин «странные частицы», а термина «странного излучения» нет. Вот это во-первых. Ну во-вторых, конечно, это странное излучение, это было такое эмоциональное название, которое должно было бы просуществовать недолго. Но вот оно как-то людям понравилось, и они не хотят от него отказываться. Ну что делать? Вот так вот. Вот получилось, да, получилось, Саш. Ну вот теперь можно работать. Давай, 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 вперед, быстрее. Быстрее. Все, и листается даже. Молодец, здорово. Сейчас, только я вот, у меня заслоняется экран вот этими... А мы хорошо его видим, мы его хорошо видим, полностью видим по экрану. Сейчас я, здесь надо не галерею запустить, а демонстрацию. Саш, может быть, давай тренировки эти оставим, потому что это самое... Давай вперед двинемся. Ну ладно, я... Ты же помнишь свои слайды? Ты же помнишь свои слайды? Давай, пожалуйста. Так, вот, убираю. Так, ну вот, смотрите. Ну, эту картинку, я думаю, многие видели. Это из первой статьи Урускоева и из авторов, которые увидели вот эти вот интересные явления, обнаружили. Что здесь особенно поражает? Ну, треки самые разнообразные. Ну, необычно то, что все треки расположены строго вдоль поверхности. Это необычно для тех, кто занимался, знает, вот, как в ядерных эмульсиях регистрируют ионизирующие частицы. Там треки располагаются совершенно в разных направлениях, а здесь строго вдоль поверхности. И поражает огромная величина энергии в средах. Если ее подсчитать, получается величина, ну, порядка тысячи мэв. А для сравнения, ну, знаете, что частицы, которые возникают в ядерных реакциях, имеют энергию порядка одного мэва. Ну, вот эти результаты были получены в фотоэмульсиях, потому что люди искали привыкли к тому, что есть ионизирующие частицы. Они должны в фотоэмульсиях давать определенные среди, поскольку они ионизируют. И фотоэмульсия уже использовалась долгое время, она была вне конкуренции, и Саватимова коровод использовали, и Войнов использовал, Фредерикс использовал. И, кстати, мы тоже в начале, когда начали исследовать это явление, использовали рентгеновские пленки. И, но потом вскоре обнаружилось, что цепейки появляются не только на пленках, на фотоматериалах, но они появляются и на самых разнообразных, гладких поверхностях. Вот, прежде всего, больше всего мы работали, как вы понимаете, с дисками. Жигалов обнаружил, что диски очень хорошие, материал, хороший вертектор для того, чтобы эти частицы вылавливать. Вот, здесь пример изображения, полученный методами растровой электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии. Ну, растровая электронная микроскопия, она дает очень четкие изображения мелких объектов, а атомно-силовая микроскопия позволяет получать профиль в сечениях. Вот это вот очень удобно для исследования треков. Видите, что вот здесь вот сечение 1 и 2, и там и здесь получается такая канавка с гладкими стенками и с ворсиками. Вот это, значит, в основном именно такие треки получались на дисках. Но встречались также диски, встречались также треки с периодическими рисунками. Ну, это самые такие интересные треки, они вот такие интригующие и всем они любопытные. Здесь показан профиль поперечного сечения такого трека, одного из треков. Видно, что здесь уже не такая гладкая канавка, а уже такой вот интересный, очень разнообразный профиль. Ясно, что, ну, в общем, еще и бывает, вот встречаются такие треки, которые, периодические треки переходят в гладкие. Как вы видите, внизу вот такой один из треков показан, ну, как будто вот что-то отвалилось и пошел дальше трек к гладкие. Ну, интересные треки получаются на слюде. Кстати, на слюде тоже слега очень хороший материал для того, чтобы наблюдать это явление. Но, к сожалению, трудно найти слюду, которая уже не была бы поцарапана или на ней уже не были бы треки. Ну, вот видите, что треки представляют собой протяженные слюды разрушения поверхности, как будто захваченный материал сгревается и затем периодически оставляется на дальнейшем пути. Хотя он с реками на поверхности слюды ведет мелкие частицы того же материала, возможно, выброшенного из трека. Ну, стекло. Стекло очень хороший материал, но на нем треки появляются значительно реже. Обычно больше всего треков с периодическим рисунком и видно, что местами вот такие светлые участки. И тут, видимо, стекло просто растрескалось. Ну, и еще мы испытывали различные материалы, такие, может быть, кому-то пограждаться экзотическими. Вот не об отлетии. Вдоль трека идут, вот, наблюдаются многочисленные трещины. Ну, это хрупкий материал, и вот в нем такие наблюдаются эффекты. Треки на поверхности металла. Вот, к сожалению, мы с металлом работали мало. Ну, вот, незадолго до начала этого вебинара мне Ирина Борисовна Савакиловна прислала свою презентацию с 13-й конференции. И они наблюдали треки на металле еще в 90-е годы. Видите, что тоже наблюдаются на металле периодические треки. Очень интересные. Ну, можно сделать некоторое обобщение. И классифицировать наблюдаемые треки. Ну, во-первых, вот мы видели канавки с гладким днем и стенками с борщиками по бокам. Они преобладают в пластичных, легкоплавных материалах. Пластмасса, желатин. Второе. Треки с периодически повторяющимся сложным рисунком. В каждом треки рисунок уникален. Возникают треки как в пластичных материалах, так и в умеренно твердых. Эти пластоки, таких как стекло и металлы, могут преобразовываться в треки типа 1. Ну и третье. Треки, вдоль которых происходит растрескивание и разбрызгивание, возникают в хрупких теплостойких материалах, таких как слюда, необатлетие, нитрит кремния. Вот то, что мы, где мы наблюдали такие треки. Ну и если мы хотим как-то объяснить вот этот феномен образования треков, надо учесть важные особенности. Эти треки, частота, интенсивность появления этих треков очень непостоянна. Как во времени, так и в пространстве. Может, если вот Влад Жигалов соорудил копию моей реактора, которая стояла в нашей лаборатории, и там он практически треков не наблюдал. Во время как такая же установка в нашей лаборатории производила треки. Ну, надо сказать, что вообще это явление такое, что его уловить непросто. Оно может, оно иной раз сильно себя проявляется, и иной раз, может быть, всего несколько треков может появиться в неделю. Такое огромное непостоянство. Ну, еще одна особенность, которую надо учитывать. В треках не обнаружено изменение элементного состава. То есть в треках нет ядерных трансмутаций. Ну, еще одно обстоятельство, которое я уже на которые указывал, это то, что треки образуются только вдоль поверхности, но не в глубине материала. Ну, и вот у нас мы сформулировали такую гипотезу. Треки с периодически повторяющимся сложным рисунком могут образовываться в результате качения объектов округлой формы размером порядка 10 микрон. На поверхности детектора периодически отпечатываются неровности этих объектов. Разумно предположить, что этими объектами являются пылинки, взвешенные в воздухе. Разнообразие формы пылинок объясняет неповторимость рисунков в различных треках. Запыленность воздуха, а следовательно интенсивность появления треков, зависит от множества трудно контролируемых обстоятельств. Для того, чтобы пылинка могла оставить отпечаток, она должна быть достаточно сильно прижата к поверхности детектора. По оценке жигалова, для необратимой деформации поликарбоната сферой диаметром 10 микрометров нужна сила порядка 5 на 10 минус четвертой степени ньютона. Ну, я думаю, что это цифра несколько завышенная. Во-первых, была где-то слишком большая величина для предела прочности поликарбоната. И кроме того, пылинка прижимается не всей своей поверхности, а только небольшими участками. Поэтому давление значительно больше может быть при одинаковой силе притяжения. Ну, далее. Для притяжения с такой силой к плоской металлической поверхности сфера диаметром 10 микрон должна иметь заряд 2,4 на 10 минус 12 кулон. Или в зарядах электрона, это 1,5 на 10,7 зарядов электрона. Сила притяжения диэлектрической поверхности немного меньше. Она зависит от диэлектрической проницаемости. Появиться в пылинке такой заряд может, когда она находится вблизи пленор-реактора, из которого исходит некий агент, который производит ядерные трансмутации. Эксперименты. Это экспериментальный факт. Эксперименты показывают, что агент, вызывающий ядерные трансмутации, действует не только внутри, но и вне реактора. Электронные оболочки, возникающие в результате ядерных трансмутаций атомов, находятся в сильно возбужденном состоянии. Об этом свидетельствует мягкое рентгеновское излучение. Возбуждение электронных оболочек снимается не только рентгеновским излучением, но и испусканием электронов ОЖ с энергией до десятков киловитрон вольт. Обычно они поглощаются в близких областях окружающего вещества, так как имеют пробег порядка микрон, десятков микронов. Но в случае маленькой пылинки они могут выходить наружу. В результате этого пылинка приобретает положительный заряд. Считая, что каждый акт ядерной трансмутации сопровождается потерей одного электрона, для приобретения пылинка и заряда указанного 2 на 10 минус 12 пулона, требуется, как это было сказано, 1,5 на 10 в 7 степени трансмутации. Примерно 1 трансмутация на миллион атомов вещества пылинки. Притянувшаяся к поверхности детектора пылинка может либо высвободить энергию электрического заряда, образуя кратер, либо прийти в движение, если есть достаточно сильное электрическое поле вдоль поверхности, или материал детектора неоднороден. Причем она будет не скользить, а катиться, так как коэффициент трения и качения на 2-3 порядка меньше коэффициента трения и скольжения. В результате при движении частицы происходит деформация и разрушение материала детектора и пылинки, и при этом происходит нагрев. Женалов сделал оценку возможной температуры нагрева объекта, образующего третий. Вследствие очень маленькой теплоемкости нагрев может быть до сотен градусов по Цельсию. Такой разогрев может приводить к расплавлению материала, на котором образуется третий. Температура плавления политорбонат около 300 градусов по Цельсию. В результате формируются гладкие трети. Понятно, почему гладких третов особенно много на легкоплавких материалах, в частности на пластмассах. Хрупкие материалы с высокой температурой плавления, например, труда или стекло, разрушаются движущейся частицей не только давлением, но и резким перепадом температуры. Особенно сильные разрушения происходят в материалах, обладающих физоэлектрическими свойствами, например, не об отличии в результате действия сильного электрического поля. Таким образом, предположение о том, что треки образуют взвешенные в воздухе пылинки, приобретавшие большой электрический заряд в результате ядерных обстоятельств, позволяет объяснить все особенности феномена треков странного излучения, обозначенные в начале доклада. Ну вот, даже есть такие вот экспериментальные подтверждения. Процесс образования треков можно моделировать и воспроизводить без участия, без реакторов лены, а самими такими простыми способами. Почему здесь написано «Василий»? Значит, в школе, после конференции, которая была в октябре, на которой немножко эти идеи были затронуты, докладе «Жигаловы» и «На тугом столе», мне вот этот вот «Василий», который пожелал остаться им ковника, по какой-то причине прислал несколько вот таких вот красивых картинок. Значит, что он делал? Он два дня на подоконнике возле открытого окна лежал чистый DVD-диск без царапин, рабочей поверхностью вверх, накапливая пыль. Затем рабочую поверхность запыленного диска потёрли очень лёгким нажатием о другой диск. На диске появились следы с периодическими рисунками, а также гладкие, одиночные и двойные следы, очень похожие на третье странное излучение. То есть, если пилинки слегка прижать и начать двигать, они приобретают, видимо, такое движение, качение и периодически дают отпечатки. То самое, о чём мы и говорили выше. Но у нашей мы тоже попробовали такие вот опыты сделать. Были использованы фрагменты диска в DVD, предметные стёкла для микроскопов, предметные стёкла для микроскопов с приклеенным скотчем, ингеновские плёнки с двусторонним покрытием фотоэмульсей. Между плоскими пластинами помещались крупинки классового песка, коронды, карбонильного никеля. Сила сжатия пластин порядка 1 ньютона, лёгкое нажатие пальцем. Ну вот видите, что получилось. Вот на предметное стёкло было положено несколько крупинок коронда размером порядка 50-7 микрон. Вот видите, вот эти две пластинки, одна одна другой, и пластинки двигались одна относительно другой. И появились вот такие вот рисунки. Такие, ну, третий, не третий, так можно сказать. Но в данном случае слишком видно, что в процессе вдоль этой траектории форма рисунка меняется. Но это, видимо, связано с тем, что в результате слишком сильного нажима просто эти крупинки коронды разрушались постепенно. Ну, очень вот хорошие, красивые рисунки получились на рентгеновской плёнке. В данном случае использовался просто кварцевый песок с диаметром пыринки порядка 200 микронетров. Ну и вот ещё один такой показательный рисунок. Это вот два DVD-диска, два фрагмента DVD-дисков двигались относительно, один относительно другого. И было положено некоторое количество карбонильного никеля, с диаметром крупин порядка 10 микрон. Ну, вот оптический микроскоп, он уже не очень позволяет рассматривать такие мелкие изображения. Но всё-таки можно посмотреть, увидеть тоже, что эти линии, они имеют такой несколько периодический характер, можно их разглядеть, с периодом там где-то 30-50 микрометров. Ну, и возникла такая идея, что если взять такой достаточно интенсивный источник пагента, вызывающего ядерного транспортации, и продувать около него большое, достаточно большое количество пылиных, маленьких крупинок, то можно получить достаточно быстро много этих новых треков. Ну, вот видите, вот такое было сделано устройство. Значит, слева вы видите источник агента. Это лампа, коллагенная лампа накаливания. Она помещена внутри керамической трубки. И правая фотография, она показывает, как вот внизу находится источник аэрозона. Он втягивается в трубу и выходит из трубы. А на его пути находится стеклянная пластика. Ну, чтобы получить вот этот вот аэрозонт, можно просто взять порошок и пересыпать, значит, внизу его. В результате достаточно мелкие частицы увлекаются восходящим потоком воздуха и проходят около лампы. А сверху на трубе расположен детектор, например, с океанной пластины. Выходящий из трубы воздух с захваченными частицами омывает детектор. Ну, вот некоторые из треков, появившихся на предметных стеклах за одну минуту работы генератора трека. Этот генератор, он может работать только только временно. Он быстро перегревается, его невозможно допускать более чем на одну минуту. Тем не менее, даже за одну минуту на стеклах появлялись треки. Таким образом, мы видим, что действительно, вот таким образом процесс появления треков очень сильно интенсифицируется. Это можно сопоставить, значит, интенсивность. Обычно мы видели на площади диска несколько, ну, может быть, в лучшем случае, может быть, 100 треков появлялось за неделю. А здесь за одну минуту появляется на стекле, который вообще является более трудным материалом для образования треков. Мы видим, появляется несколько треков за одну минуту. Ну, вот я думаю, что вот этот эксперимент, он все-таки неплохо подтверждает нашу гипотезу, которая, конечно, еще сырая, еще требуется очень много доработки, еще свойства этого явления, они очень разнообразны, и каждое свойство это надо объяснить. Но основные свойства как будто бы вот эта гипотеза объясняет. Ну, и чем же хороша наша гипотеза, я еще раз подчеркну, она отвечает на вопросы, почему треки возникают только на поверхности, откуда берутся частицы, образующие треки, почему в них появляется электрический заряд, и причем без ленера, как возникают треки с уникальными периодическими рисунками, гладкие треки, и треки с трещинами, и почему интенсивность появления треков непостоянно при одинаковых, казалось бы, условиях. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, Саш. Ну, ты какой-то очень короткий, быстрый такой доклад сделал, несмотря всего-навсего примерно 35 минут. Здорово. Ну, друзья, у нас есть возможность вопросы, как вы знаете, задавать. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот, начали поднимать руки. Сергей Цветков, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, меня слышно? Да, Сергей, слышно. Александр Георгиевич, приветствую вас. Привет. То есть, я правильно понимаю, то все-таки странное излучение, это не излучение, по вашим вот этим докладам, а это просто пылинки у нас делом занимаются. Нет, я бы сказал так, что странное излучение, это агент, выходящий из наших лендерских реакторов. А вот эти вот пылинки, они могут вызывать разнообразные эффекты, вызывать трансмутацию в разных элементах, в разных веществах. Но если им попадается на пути пылинка, которые летают в воздухе, в каких-то случаях может в этих пылинках произойти много трансмутаций и они получают электрический заряд. То есть вот треки это не странное излучение, это одно из проявлений странного излучения. Ну будем называть допустим неизвестное излучение. Понятно. И второй вопросик. Вот эти все расчеты по энергии этих треках там тысяча мегаэлектрон вольт это фикция получается? Нет, почему же? Эта энергия берется из энергии значит во-первых накапливается энергия электрического поля вот заряд 10-12 степени кулона для такой маленькой частицы очень даже серьезный заряд и эта частица она движется в электрическом поле энергии берется из электрического поля или она берется материал если есть народ там тоже кто там встревает да да я выключил продолжайте пожалуйста ну я вроде отвечал Александр Георгиевич и заключение такой же вопросик все-таки параметры эти странного излучения какие-то там зависимость интенсивность его направленность и все прочие можно определить по этим характеристикам взаимодействия с этими кулентами ну я думаю что вот эти вот треки это не самый подходящий объект для исследования странного излучения их вообще явление оно очень непостоянное ну вот пожалуй вот этот генератор треков он может быть позволит действительно как-то это сделать регулярным чтобы можно было какие-то сделать такие достоверные исследования а вот так чтобы ловить вот эти вот пылинки из воздуха дисками ну это вот да сам феномен он здесь виден но исследовать его таким образом очень трудно спасибо больше вопросов нет спасибо сергей цветков чисто и на пожалуйста андрей александр георгиевич большое спасибо за доклад но к сожалению очень краткий и очень много вопросов остается вот можно пятый слайд показать сможете пролистать вот там у вас на пятом слайде рисунок на слюде да на слюде вот это так вот нет раньше вот это вот смотрите по поводу вот вот этого рисунка на слюде вот смотрите получается что у вас здесь объект должен двигаться вдоль поверхности вот он ну вот по вашей логике так получается он двигается вдоль поверхности и собирает вот этот материал да а потом он же должен каким-то образом перепрыгнуть через этот собранный материал так получается но интересно было бы конечно посмотреть как эти трети в динамике образуются но я тут предполагаю что вот что такое катится и вот это вот сюда крошится и налипает на это заряженное тело потом когда слишком много налипает она сбрасывает должен как-то перепрыгнуть все можете перепрыгивать а давайте следующий тогда слайд следующий а нет еще еще следующий она кстати вот этот давать вот предыдущий действительно на стекле тоже вопрос интересный смотрите вот предыдущий да вот этот а вот смотрите очень странная ситуация такое ощущение что все-таки здесь движение это перпендикулярно направлению то есть это не совсем не похоже как-то на качение вот вы не находите почему видите полоски вот строго лежат плоскости следа но они направлены в том числе некоторые есть вообще перпендикулярно направлении движения но если на этом объекте который катятся есть вот такой соответствующий рисунок то он сейчас до давать следующее до давать следующий слайд а вот смотрите теперь верхней правой вот здесь явно канавка но она прям вот имеет почти синусоидальный характер и вот вот это так как с точки зрения этой модели и это рисунок b и вот рисунок в тоже очень похоже на но это циклоида или синусоида что-то такое это похоже да совсем не похоже на катящийся объект ну почему качащий объект может самые разные кстати он может и вихнять но еще вопрос вы смотрите вы утверждаете что движение вдоль поверхности происходит под действием электрического поля но тогда вопрос а вот в частности на этих слайдах до движение происходит вдоль проводящей поверхности это я так понимаю поверхность катода а на проводящих поверхностях многие наблюдали и усолена например это была проводящая поверхность и у руцкоев тоже сообщал о том что на но там на напыление было серебряное на стекле у него а то есть многие сообщают именно проводящей поверхности какое же может быть электрическое поле у вас вдоль проводящей поверхности хороший вопрос над которым надо подумать но дело в том что может быть не обязательно даже электрическое поле может быть какое качение как бы под горку это вопрос и дальше вот теперь уже то что касается ваших экспериментов а здесь тоже многое вот для меня непонятно вот например с рентгеновской пленкой у вас был слайд но то что вы делали с рентгеновской пленкой сами а я не очень понял это рисунок это вот частица продавила на рентгеновской пленки или вы проявляли это рентгеновской а тогда вот здесь сразу вопрос такой а как вы полагаете откуда на рентгеновских пленках вот так ну то что у руцкоев называет проявляемые треки то есть треки которые видны ну после проявления пленки ну очень просто фотоэмульсии она очень чувствительно механического давления вы можете слегка на ногтем нажать на фотоэмульсии потом увидите темную линию ну хорошо пожалуй с вопросами пока все но вы наверное последний счет все-таки задам а александр герой но вы не считаете что фактически вы дезвуируете вообще вот всю идею странного излучения вы сводите ее к артефакту по сути дела нет почему вот это странное неизвестное излучение она может делать разнообразные эффекты в том числе вы можете сделать 3 ну фактически можно сказать что любая заряженная частица независимо от того ну порядка там десятков микрон независимо от того по какой причине она зарядилась с вашей точки зрения она может прочертить такой трек я думаю что будет зарядить такую маленькую частицу за такого состояния вообще-то не так легко другим способом в результате трансмутации это понятно а вот я зарядить другим способом надо подумать как это тоже такой проверочный мобилирующий эксперимент наверно можно сделать что-то такое все у меня все спасибо спасибо чистолинову да самый такой такой качественный вопрос это некое противоречие между металлической поверхностью на которой тоже треки образуются и и значит вот идеи электрического заряда но я помощь саши фархомова скажу что металлов чистых вообще не бывает они все окисленные а это надо вот смотреть как там на поверхности конкретно металл ли это или это окисел на самой поверхности в алюминии мы это видим очень хорошо но это и в металле на самом деле железе на самом деле тоже имеет место но это соображение значит спасибо тем не менее хорошее такое замечание чистолиного юрий кириллович пожалуйста ваш вопрос у меня вот такой вопрос все-таки что является носителем пылинок вот как вы считаете рейсан георгиевич на самом деле здесь пыль может не быть но есть некий носитель который захватывает эту пылинку а может не захватывать и вот летит будем так говорить вот что является носителем какой природы но какой природы просто вот мы ходим шарками ногами пыль поднимается ветер дует поднимается нет я имею ввиду от реактора допустим некий носитель который захватывает ну конечно может за счет конвекции конечно может поцарапать там понеси пыль но вот некий есть носитель который выходит из реактора при этом попутно прихватывает пыль одну может прихватить пылинку две мужа может даже три и дальше идет шаркает поверхность вот что является носительным все-таки вот здесь не исключаю я вот эту конвекцию там да конвекцию и прочее юрий кириллович сегодняшний докладчик о природе неизвестного излучения ничего не говорит он его берет за основу для того чтобы объяснить почему пылинки становятся заряженными а вот ваш вопрос относится более глубоким является он об этом сегодня вообще ничего не говорил еще вот вопрос вот резкий злом у траектории вот прям буквально вот там резкий злом плюс еще появляются такие двойники киральные это следы близнецы вот и как объяснить в этом случае хороший вопрос когда резкий злом происходит но тут видимо какие-то изменения свойства я думаю детектора происходит или такое резкое изменение поля я не знаю может ли произойти электрического вот да это очень интересный вопрос что касается вот этих зеркальных треков это тоже очень интересное явление если оно существует но дело в том что кроме и войлова как-то вот никто этих зеркальных треков не видел надо очень бы надо чтобы кто-нибудь смог воспроизвести условия которые были в реакторе и войлова и чтобы эти треки воспроизвелись тогда нужно будет как-то вот их исследовать и понять что же это такое они на стороне пленки вот они на двухсторонним будем говорить на двух сторонах пленка рентгеновской вот эти отпечатывались вот это надо было воспроизвести сначала чем прежде чем как-то вот обсуждать необычность спасибо спасибо за вопросы боб гриньер your question put your question please i discussed three body interactions in 2019 as a means to create these kinds of effects that you have replicated here but as i've listed in the chat we have observed these things on a ccd of a webcam enclosed in protective material exposed to cavitated metals in that same sample of cavitation uh treated metals inside a plastic container we saw growth of straight or appearance of strange radiation tracks from points which also cut the plastic from the inside out the object was not moving this was just fuel that had been processed intensively for 200 hours in 4.5 kilowatts of ultrasound and the tracks were formed and the tracks formed on the ccd which cannot have dust on it and it's multiply covered exactly match that found in the lion reactor which was comprised of discrete birdie like structures in three dimensions inside the copper oxide which we now understand the of superconducting current loops also bogdanovich has observed these crystal plasmoid structures that are formed from current pinches in water flow plasma discharge that then roll around and rotate on solid surfaces and one might imagine that it would produce similar kinds of tracks so we have seen this also on x-ray film that was exposed to the same cavitated material i've given all of the links and you can go and read them if you can't get access to the imagery i can show a couple of images now to demonstrate my points if that is interesting but there are examples where there is no ability of this to occur uh between two uh uh what's called a three-body interaction and so i have many examples of those i can share those with with you now or at another time well yeah unfortunately i know that sasha can't be able to understand that it's hard 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 to understand step by step your more or less long presentation during this uh your question first you are you would like to speak about experiments uh in 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 closed camera i i i can show you images very quickly you don't need to understand english to be able to see what i'm talking about all right yes okay you you will you will show it but my question is yes you 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 talk about closet camera open surface open completely closed it was a webcast okay значит друзья он говорит а вот саша тут пархомов нам показывал открытые значит вот поверхности которые в лаборатории где-то лежат а вот он говорит об экспериментах которые закрытых камерах происходит где скорее всего никаких этих самых пылинок и и не должно быть окей бог and next please show example of tracks in closet camera what you would like okay i can i can show that надо снять твой этот самая демонстрацию с ними пожалуйста okay i will i will i will and then i will and then i will and then i will and then i will okay so uh this is a logitech 910c camera and it's wrapped in about 30 layers of polytetrafluoro ethylene tape and it is sitting on a 10 by 6 inch photographic film the the ultrasonicated fuel of metal is in here and it was exposed for a period of time i used the russian produced cosmic ray finder software and i recorded that here we can see the configuration here this is the fuel uh photographic film underneath and the the extremely well masked uh standard logitech web camera and it produced sequences of uh different events over a period of time that were timed and this is the one in question and the one in question uh was about a hundred microns in length it had this format and this format directly overlay stop please show please your first first up 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 open yeah you're first what this this pictures yeah okay no 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 text yes but 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 figure yeah yeah no 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 not this figure first figure uh this one this one this one yeah unfortunately no focus maybe my my eyes but okay explain once again what what we see on this pictures once again explain okay on the right hand side is a container of ultrasound treated metals with potassium treated also super source some super super uh treated with treated by 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 which which process treated ultrasonic sound in water high 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 ultrasonic sound it was 4.5 where 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 surfaces of metals show please there's no surfaces of metals it's it's metal powders they're it's contained in this fuel so so here is the fuel container and the tracks are starting at a point and in and from the central point in various places there are tracks that are coming out central point inside of the inside of the container with powder inside the container of the ultrasound treated powder значит вот он говорит что у него из центральной точки контейнера который содержит порошок этого металла металла металл не никелевый which kind of metal there was various metals it was a nickel titanium tungsten was in there but there's a много разных металла они использовали size of size of size of powder between uh five and a hundred microns ну вот от пяти до до 100 микрон такие значит частички и вот из центра этого из центра этого какого-то кучи вот этого вот этого порошка расходятся в сторону вот такие вот вот такие вот треки он можно сказать или лучи какие-то continue press so the the tracks formed over a period of weeks and they shredded the plastic from the inside out so you and it follows classic classic container 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 made from plastic yes and this is tracks on like this container like this container here no this is this is and this is tracks on the surface of plastic on the inside of the plastic but it actually on the inside of the plastic but it из которого сделан этот контейнер в котором мы там булочки какие-то храним или пирожки вот значит он насыпал туда этот порошок свой металлический на внутренних поверхностях образовались но это не противоречит не совсем не противоречит пархомову потому что вот эти пылинки захвачены и значит это самое и вот этим процессом и двигаются там как-то пылинки металла в данном случае ультразвук там у него да он да он создает он создает ссори бог вы его вы дискас и нрачен значит он создает внутри он облучает этот контейнер ультразвуком он еще и он справедливо считает что этот ультразвук создает там вот это неизвестное вещество я его назначаю оно называю оно совсем не излучением иногда оно излучением является иногда оно на месте стоит вот и вот это вот неизвестное вещество цепляется к этим металлическим частичкам и дальше с помощью этих частичек эти треки создают тут не противоречит пархомову and where you see these highlights that is where the track has caused the plastic to be sliced it's literally cut 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 it's fragmented это как будто разрезано cut through 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 surface or from the inside out and it damaged the изнутри наружу дырки проделал как будто this is this is this is holes from the inside from the inside along to the outside surface through the material of this container yes not always but it tends to follow the curve so you can see this plastic container it's the same type is curve мы вот смотрим вот он такого типа контейнер нам показывает и вот в нем вот как вот облучали они если там насыпано чего-то значит вот эти порошки получается вот такая прямо через эту самую через поверхность контейнера получается такая вот дырища такая прорезается вот как он объясняет прорезана как будто бы and and it's this container that i exposed to the um webcam and produced these various uh track uh recordings one of which is this which is recorded on the cc значит вот он нам показывает что вот как на веб-камера значит вот там что-то писало what what this is this is uh 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 what is the explain explain please on on surface or where on this in the ccd so we use a piece of software called cosmic ray finder outside of this container yes it it basically something has come from here it's traveled through the plastic it's traveled through the masking tape through about 15 layers of PTFE tape, through some polycarbonate, through the infrared filter and into the sensor. And it's left this track here. Он говорит, что они не диски, а вот эти самые ленты какие-то там опутывают, и в разных местах рисуются вот такие вот следы. Вот размер этого следа, типичный, не следа, а какого-то элемента этого следа, вот он показывает здесь. То есть это он хочет сказать, вот это, Bob, it's not a question, it's a discussion. Maybe you stop right now, you stop with you. Thank you very much. You play your attention about very important. Thank you very much. Значит, он по сути делал этой дискуссии. Вот я сказал, что, наверное, давайте остановим. Вот, но это интересно очень. Он обращает внимание, что только таким простым делом, как Саша вот объясняет, что-то трется одно другое, наверное, вот то, о чем говорит Боб Гринье, объяснить невозможно. Thank you, Bob, for your very important remarks. И, Саша, если можно опять вывеси, потому что, потому что, наверное, кто-то там чего-то захочет спросить по твоим слайдам. Ну, вот, Сергей Годин, Сереж, пожалуйста, твой вопрос. Да, у меня простой вопрос к Александру Георгиевичу. Александр Георгиевич, правильно ли я понимаю, что вот в результате низкоэнергетических реакций у вас генерятся электроны, эти электроны прилипают на пылинки и дальше пылинки делают свое грязное дело? Не электроны прилипают, наоборот, они улетают из пылинки. А, то есть пылинки у вас в этом случае заряженные положительные. У него же электрон, который, ну, куда-то перескочил и улетел чертям собачьим, остался положительный заряд. И вот это заряженная частица. Это неважно, да. Все равно возникает тогда такой вопрос. Вот очень маленькая пылинка, там, 10 микрон, да. На ней заряд, там, 10 минус 12 кулона. В принципе, это очень большой заряд, да. И получается, что эта пылинка имеет потенциал, там, несколько киловольт, может быть, даже больше. Получается очень большая напряженность электрического поля и просто такой заряд не может остаться на пылинке, не стекая в воздух. Можно, Сергей, я добавлю? Дело не в стекании этого заряда, а дело в том, что первый электрон улетел, а второй электрон улетать уже не захочет. Вот в чем все проблема. По сути дела, модификация вопроса И это тоже. И потом у меня еще один вопрос есть. Ну да, вот, Саш, пожалуйста. Вот один электрон улетел, два улетела. А почему там 10-12 электронов-то улетело? Они же... Но если электроны имеют энергию ну, порядка 10 каев, а пылинка заряжается, ну, по нашим оценкам, там, до одного каева, то тут препятствия... А же электроны имеют энергии, ну, меньше. Ну, а же электроны, они, вплоть до энергии к орбитам, в общем-то, они самые разные. Ну, для того, чтобы его выбить оттуда, такой электрон, нужно, извини меня, чем-то на него воздействовать, эквивалентом. Ну да, это не твоя тема сегодняшняя, это я уже об этом говорил. Хорошо. Ядро в такой энергии, поскольку там это до стенки добежать и меньше пробега, то он и выходит наружу. Еще о чем был вопрос, я уже задал. Ну, Сергей, Сергей, Сергей его задал, это я его немного повернул, Сергей его задал в том смысле, что эта частичка на металл ляжет, например, и она тут же примет столько электронов, сколько надо, чтобы стать нейтральной. Да, 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 сейчас отвечу. Ну, во-первых, вот если это пылинка диэлектрическая, то эти вот заряды, они возникают там объемно, а не на поверхности, как на металле. И разрядить ее не так-то просто. Вот смотри, если, а вот крупинки пенопласта, они когда заряжены электрически, они прилипают ко всему, чему попало, их вообще и долго держатся. Ну, и там может происходить то самое. Во-первых, теперь возникает вопрос, вот напряженность. Саш, секундочку, Саш, давай остановимся. Твой ответ, по сути дела, состоит в том, что крупинка является, вот эта пылинка является диэлектриком, и поэтому, если в разных частях этой пылинки возникли заряды положительные, то воспринять снаружи электрический, это самый, электрон от какой-то металлической поверхности, эта пылинка не так-то просто посадить на нее дополнительные электроны. Я правильно тебя понял? Да, вот так. Теперь возникает... Да, такое явление имеет место быть, да, когда внутри диэлектрика вы можете накопить заряд, да, есть такое явление. Здесь вполне я согласен. У меня тогда второй вопрос. Вот недавно, месяц назад, мы слушали доклад Зателепина, Баранова и Шишкина о том, как это странное излучение генерится в электрическом разряде в парах воды и дальше двигается вдоль оптического кабеля. Вот, Исан Георгиевич, в рамках вашей концепции вы можете объяснить это явление, когда на выходе световода у вас тоже появляются отметины на CD-диске. Притом, когда есть разряд, у вас есть отметины, нет разряда, у вас диски чистые. Тут могут быть только предположения. Ну, скажем так, вот этот вот агент, он может, значит, двигаться вот по таким проводам, что ли, и выходить наружу. Ну, подождите, тогда ведь все вот ваши эксперименты вместе с Владом Жигаловым говорят о том, что этот агент не может двигаться на воздухе дальше 20 сантиметров. Ну, почему? Ну, почему? Потому что вы показывали сами, что вот диски установленные на расстоянии метр, да, они практически не засвечивают. Ну, во-первых, закон обратного квадрата. Если они уходят фиферически симметрично, то интенсивность, конечно, ослабляется. Во-вторых, есть предположение о том, что вот этот агент, он имеет это короткое время жизни. Поскольку он движется с не очень высокой скоростью, скажем так, то он может просто в каком-то месте недалеко от реактора распасться, и уже дальше эффектов не будет. Вот такое есть предположение. Ну, это как бы не объясняет, почему этот агент двигается достаточно далеко вдоль оптического стекла, и почему он направляется оптическим стеклом, почему он не выскакивает из него. Это интереснейший феномен, который вот надо думать, с чем он связан, и как это может быть. Тем более, что если там электрический ток появляется. Ну вот, я могу заранее объявить, что вторым докладом у нас осенью будет доклад Сергея Година, в котором он экспериментировал с оптоволокном. Правда, он ток не подтвердил. А вот то, что дырявит вот это самое CD-диски, выход из оптоволокна, это, по-моему, он подтвердил. Вот, очень интересно, на другом оборудовании, другой лазер, другая лаборатория, но какие-то схожие элементы будут. И мы это через три месяца, я надеюсь, Сережа нам расскажет. Сергей, еще есть вопросы? Сергей. Алло, друзья, тут что-то все подвисло, по-моему. Связь есть. А, есть. Сергей, ты слышишь нас? Сергей нас не слышит, наверное. Да, у него связь прервалась. У него связь. Сергей, мы тебя не слышим, поэтому тебя как бы чуть-чуть попозже тогда. Тогда Игорь, пожалуйста, Игорь Булин. Добрый вечер. Меня слышно? Слышно хорошо, да. Ага. Вот, значит, очень часто бывают доклады на тему странного излучения. Рассказывают про треки, прежде всего. Вот, потом всякие теории авторы свои рассказывают. Игорь, вопрос, вопрос, вопрос. Сейчас вопросы. Вот вопрос такой. Очень мало говорят про то, да, говорят, что вот эти треки, кто-то думает, что это чирки, кто-то, что это прожженное, кто-то испаренное вещество. Вот практически никто не говорит, а провели ли исследование, есть ли продукты этого воздействия, то есть порода горения, испарения, тогда ведь, наверное, это несложно как-то детектировать, есть ли там продукты этого воздействия. Вот вы что-нибудь знаете на эту тему вообще? Ну, что там горения нет, это вроде бы так видно. Ну, если чирки там осталось, должны быть крошечки от этого вот диска, они остаются там? Ну, если это будет материал какой-то, который легко будет испаряться, наверное, он будет испаряться. Но в данном случае исследовались материалы, достаточно вообще теплоостойкие. Кто-то говорит, что это продавливание, но это же, наверное, можно как-то понять. Вот, понимаете, вот много-много лет вы обсуждаете эту тему, непонятно, а что же там происходит? Испарение, давление, значит, что это не механическое? Что это вообще такое? Продукты, соответственно, должны остаться. Судя по данным атомно-силового микроскопа, там происходит некое давление на это вещество. И в результате давления происходит переразрушение вещества или его разбрасывание, или плавление, если вещество... Просто, опять же, в криминалистике определяются, значит, любые вещества. Если кто-то стрелял, курил чего-то и так далее, просто даже потому, что в воздухе осталось, что осталось на одежде и так далее. То есть это несложно, видимо, определить остатки того или иного процесса, там, химического или физического. Неужели это вот нельзя определить в данном случае? Что же там идет? Какой процесс? Растровая электронная микроскопия позволяет определять состав вещества, которые находятся в данном месте. Этот такой анализ был сделан, но он показал, что в этих трехах вещество практически такое же самое, как и в других местах этого... Нет, но если ты испарил, значит, оно осталось на других предметах, понимаете, на каких-то других. Вот второй вопрос такой у меня. Значит, вот кто-то, я не помню, по-моему, Зателепин говорил, что они делали опыты, и они клали эти диски в пакетики целлофановые, где нету никакой пыли. И все равно треки были. Значит, все-таки причина треков не только в пылинках, а в чем-то еще другом. Как ваша теория с этим вот это объясняет? Можно я поправлю, поскольку Игорь на меня сослался? Николь кто. Это правильно, это правильно. Я об этом говорил, действительно. Ну, я обычно выступаю, хотя мы это делаем с бараном всегда рука о руку. У нас нету треков, Игорь, я об этом говорил. У нас только кратеры. Или почти нету треков. Вот в чем все дело. Это будет мой вопрос. Поэтому ваш... То есть это не пылинки, только одними пылинками. Это объяснить нельзя, все равно получается. Правильно же? Это уже вывод. И он совершенно справедливый. Но это все ваши вопросы? Да, все. Спасибо. Потому что вы сможете выступить еще. Прошу прощения. Можно я на правах садокладчика? Вот на первый вопрос немножко дополню. Вот по поводу следы, да? Вот можно ли увидеть какие-то следы процесса? Ну, следы, собственно, процесса, как выдавливается материал, как он там царапается, в зависимости от того, что там, значит, на каком материале мы это все видим, они есть. И там совершенно четко видно, что, в принципе, идет продавливание материала. Или даже там ее локальное расплавление. Но что же мы конкретно, то есть какое вещество конкретно при этом движется, мы пока вот теми методами, которые мы смотрели, элементного анализа, ну вот он называется энергодисперсионный, по-моему, мы особенно ничего там не нашли. То есть никаких каких-то экзотических материалов. Вот искали, конечно, там следы трансмутации, и вот их мы не нашли. И, в принципе, нужно использовать более чувствительные методы, скажем, вторичной ионной масс-спектроскопии. Вот там уже следы на поверхности, они должны быть хорошо видны. И вот эти вот как бы подписи, да, вот того объекта, который движется, и оставляя такие треки, в принципе, там можно заметить. Просто не дошли руки до этого. Ну вот я просто на первый вопрос отвечал. А, ну то есть это сообщить людям, да? Зателепин, слышно меня, да? Зателепин позвонил мне на телефон. Он сказал, что у него отключился интернет. И чтобы люди, кстати, не паниковали, что он надеется, что скоро все наладит. Александр Георгиевич, я могу вам задать вопрос? Да, давай. Александр Георгиевич, если я правильно понял, то весь комплекс проявлений странного излучения вы связываетесь с ипоемией нейтрина. Правильно я понял? Ну это вот та теория, которой я придерживаюсь, поскольку я много работал именно в области нейтринно-оченьких энергий. Я вижу, что это вот как раз хороший путь, который вам показывает, откуда может взяться излучение и как оно может действовать, какие ядерные реакции вызывать. Ну да. Спасибо. Александр Георгиевич, продолжение своего вопроса. Мне показалось, что вы меня не поняли, моего вопроса. Я вам говорил о том, что нужны не в микроскопы, скорее всего, рассматривать результаты этой реакции, а скорее всего проделать какое-то криминалистическое, то есть химическое анализ этого дела. Вот я не знаю, я понимаю, что, конечно, физикам, наверное, это сложно, там может быть кого-то химика пригласить, может пригласить какого-то криминалиста, чтобы он со своими профессиональными, так сказать, методами просто обследовал место вот этой реакции, эти диски, какие-то рядом стоящие предметы и по каким-то химическим реакциям, смывам, сказал, что, знаете, вот здесь идет реакция там горения или испарения вещества и так далее. Понимаете? И тогда это была бы достоверная информация о том, что там происходит. Оплавление там происходит или там отгорание, или там механическое прочиркивание и так далее, и так далее. Да. Игорь, а ведь количество вещества крошечное. Ну и что? Для криминалистов это не важно. Криминалисты найдут. Важно еще как? Криминалисты... Вы идеализируете криминалистов. Ну, криминалисты... Короче, с химиками надо посоветовать, с химиками. Вот, мне кажется, что... Игорь, Игорь, это не химические количества, это уже ядерное количество, это уже не мили доли, не PPM, а уже еще меньшие. Это никакие криминалисты таких количеств не анализируют. Извините, у меня тут отключение было по каким-то причинам. Вот я наконец-то опять включился. Да, кто у нас там? А, это Бойлин все продолжает вопросы. Да, спасибо Игорю. Наверное, больше нет, Игорь, у вас вопросов? У меня вопросов нет, все, спасибо. Ага, спасибо. Бог, you would like to put question or discussion? I would like to ask if he has considered the distance of 20 centimeters Ну вот он, Боб, it's not a question, it's a discussion. It is a question. Has he considered? Ну, это, 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 this is comments. No problem. I interpret for audio. Coming in, not going out. Боб, 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 Боб Гринье говорит о том, что вот тут было замечание, что на 20 сантиметров уже это, это Сергей Годин говорил о том, что через 20 сантиметров там все должно как-то исчезнуть, это вещество распасться или еще что-то с ним должно произойти. Это экспериментальный факт. Вот Боб говорит о том, что возможно оно не выходит изнутри, а входит внутрь как в торнадо. Вот его было замечание. Друзья, вот можно сейчас уже почти все вопросы, но давайте я еще один вопрос задам Пархомова. Саш, значит, вот уже сегодня это было, вот только что в дискуссии с Буйлиным, значит, вот в наших экспериментах мы всегда кладем CD-диски в полиэтиленовые пакеты. Всегда. Вот так просто они у нас не лежат, ну или почти никогда не лежат. И у нас практически нет треков, у нас всегда или почти всегда кратеры, как мы их называем, хотя там в середине этого кратера обычно мы видим что-то типа, ну как бы какого-то вещества в середине этого кратера, нарост какой-то в середине этого кратера. И вот что ты можешь на эту тему сказать, исходя из твоих вот сейчас подходов, вот объяснений? Ну, я думаю, что можно так предположить, что вот лежит где-то у вас все-таки пылинка, которая там, каким бы чистым диск ни был, но, наверное, на нем есть какие-то пылинки. И в нем и происходит трансмутация в этом диске, он заряжается, заряжается, то есть не диск заряжается, а пылинка заряжается, заряжается. И, наконец, в конце концов все-таки происходит какое-то освобождение этой энергии, а энергии немало. Вот та сила, о которой я говорил, должна быть, она такой заряд, 10 минус 12 кулона, он приводит к напряженности поля вообще достаточно гигантской, хотя где-то 10 восьмой пульт на метр. Казалось бы, должен происходить пробой, но поскольку расстояния очень небольшие, там нет места для того, чтобы развивалась электронная лавина, поэтому пробойные расстояния сильно возрастают при уменьшении, при маленьких зазорах. А энергия накапливается большая, по нашим оценкам, энергия электрического поля, вплоть до вот этой самой величины, которая говорилась, примерно 1000 мегаэлектронов будет. И вот эта энергия, накопленная энергия, она в какой-то момент может как-то вот себя реализовать, и там у вас образуются кратеры. Ну, может быть, такое объяснение. Ну, так с налетом, конечно, трудно сказать. Хорошо, понятно. Значит, друзья, тогда оказалось, это был не последний вопрос. Вот у нас тут Геннадий Тарасенко. Или это ты, Геннадий, ты выступать собираешься? Может быть, вы тоже выступаете, могу додать вопрос. А, ты можешь и то, и другое. Тогда, пожалуйста, по физике. Не просто ля-ля, а по физике. Задай вопрос. По потекущему вопросу. А я просто геологию, тетя Валера. Я хочу сказать, что вот эти все проблемы, которые вы решаете, это происходит в земной Корее. Там идет движение пластов, движение пластов. Геннадий, это не вопрос. Все, подожди, стоп. Это уже рассуждение. И ты его сможешь чуть-чуть позже сделать. Друзья, теперь можно выступать, если кто-то хочет выступить. Вот, пожалуйста, руки поднимите, если кто хочет выступить. Да, начали появляться руки. Тогда, значит, вот Влад Жигалов, ну, ты как этот самый соавтор, тебе слово последнему дадим. Или предпоследнему. Последним будет Пархомов. А Чистолинов, Чистолинов, пожалуйста. Чего он мне не дал? Геннадий, ну, чуть-чуть попозже. Чистолинов. У нас регламент, Валерий Николаевич, какой-то, да? Сколько времени? У нас всегда регламент. Ну, я слишком много не отслеживаю, но минут пять можно поговорить. Ну, я хотел бы несколько моментов отметить. Ну, во-первых, Александр Георгиевич поднял очень важный вопрос, с моей точки зрения. Вопрос по поводу чистоты эксперимента и вообще корректности установки. Потому что, на мой взгляд, вот главное, что он сказал, это то, что очень легко эти треки можно, ну, так сказать, вот случайно получить за счет того, что вы что-то, что-то у вас попало на диск, вот чем-то вы провели, поцарапали. И здесь вопросов возникает, конечно, очень много к экспериментаторам. И, в частности, вот по поводу, например, тех же экспериментов Валерия Николаевича, когда вы кладете в пакетик диск, между пакетиком и диском, и поверхностью диска могут попадать какие-то твердые частицы, пылинки. И здесь вот, мне кажется, очень велика вероятность… Вот это «кажется» очень хорошее слово. Вот я отвечу сразу, потому что, если этот диск мы не помещаем рядом с нашим реактором, то никаких следов месяцами нету. А вот поместили, и следы появились. Поэтому не надо «кажется», нужно более точно. Но я просто вот свою реманту говорю. Может быть, это и так. Значит, но что хотелось бы сказать по поводу той модели, которую Пархомов нам сегодня озвучил. В принципе, она была заявлена как новая. Я бы так не сказал, что она вот прям новая. Владислав Жигалов, в принципе, о ней говорил. Здесь какие-то новые элементы появились. Но, в общем-то, она уже была ранее озвучена. Здесь все-таки в этой модели есть ряд нестыковок. Ну, во-первых, вот целый ряд треков. В частности, вот типы треков, которых много получал Солин, Саватимова, Ускворцова и Фогеля тоже много таких треков. Треки, которые похожи на циклоиды. А это очень большая натяжка, что какая-то катящая частица может такой трек создать. А это очень-очень непросто, очень сложно. А таких треков много. И это, как минимум, странно и, в общем-то, наводит на подозрение, что здесь какой-то другой механизм работы. Это один момент. Другой момент. То, что на самом деле, да, вы как-то вот, я услышал вашу модель, вы как-то смогли объяснить, за счет чего частица притягивается к поверхности. Но для того, чтобы она двигалась вдоль этой поверхности, должна быть тоже достаточно большая сила. И эта сила должна быть примерно того же порядка, как и сила, с которой она к этой поверхности прижимается. То есть электрические поля вдоль поверхности должны быть чрезвычайно высоки. Значит, если говорить о металлической поверхности, то действительно, оксидная пленка может быть на металлической поверхности. Но если толщина этой оксидной пленки много меньше, чем размеры этой частицы, которые у вас катятся, то как бы это не решает проблему, у вас все равно из краевых условий, вблизи поверхности металла, поля параллельно этой поверхности электрического не будет никогда. Она будет заэкранирована. Вот. Ну, еще один момент. Походу трансмутация в следах треков. Александр Георгиевич сказал, что вот она не наблюдалась. Я не знаю, может быть, в ваших экспериментах она не наблюдалась, но были сообщения. И я вот в своем докладе на конференции приводил такие случаи. Были сообщения о наблюдении такой трансмутации. Да, это все надо проверять. Это все, конечно, пока предварительные данные. Но я хочу подчеркнуть, что у Солина были сообщения, тоже на конференции он докладывал, с Ватимова. Ирина Борисовна, вот здесь присутствует, может подтвердить, наверное, утверждала, что у нее в следах тоже наблюдалась трансмутация. И у Адаменко, просто я могу статью вам прислать, если вы хотите, там вот прямо об этом говорится, что они наблюдали трансмутацию в треке. Значит, по поводу вот этих экспериментов, ну, собственно, вот то, что у нас сейчас на слайде мы видим, когда между двумя стеколами зажимается пылинка, она катится и образует такой трек. А вот надо сказать, что это вот не очень хорошая параллель с той моделью, которую вы предлагаете. Потому что в данном случае, когда пылинка зажимается между двумя стеколами предметными, она давит на это стекло с переменной силой. Сила давления зависит от угла поворота этой пылинки в зависимости от того, значит, больше или меньше, она вот в данный момент в поперечнике, она давит больше или меньше на поверхность, соответственно, она ее продавливает или не продавливает. Значит, в вашей модели тогда эта сила тоже должна быть переменной, причем она должна периодически меняться со временем. Почему это так? Это на самом деле очень большой вопрос, и я так понимаю, что ваша модель на нее тоже пока не отвечает. Ну и, наконец, последнее, что я бы хотел сказать. Вот началась вообще вся эта теория, история со странным излучением, с экспериментов Руцкоева. Вот тут надо заметить, что делались эти эксперименты в Курчатовском институте. И анализ рентгеновских пленок, он делался просто отделом, который профессионально занимается вот этими вопросами. Понимаете, они сделали, у них было больше тысячи вот таких снимков. И вот, честно говоря, я очень сомневаюсь, что там вот могла быть… Они рассматривали всевозможные варианты. Я очень сомневаюсь, что там вот люди могли просмотреть такой простой вариант, как просто пылинка, которая там что-то процарапала. Вот. Ну вот так. Значит, в принципе, помимо этой модели, я хочу сказать, что существуют другие подходы. Я, например, схожу из того, что все-таки это некий новый вид проникающего излучения. Вот. Пока те факты, которые Александр Георгиевич здесь приводит, они меня пока не убедили в правильности их подхода. Вот. Значит, ну, по поводу своего скажу, что в прошлую среду я докладывался, ну, на, можно сказать, на своем собственном семинаре. А вот с этой моделью, значит, что важно, что в этой модели фактически устанавливается связь между странным излучением и низкоэнергетическими ядерными реакциями. То есть фактически делается попытка понять условия, при которых происходят низкоэнергетические ядерные реакции, исходя из тех наблюдений странного излучения, которые мы, собственно, имеем. Вот. Ну вот, кто хочет, может посмотреть. В интернете это все выложено, на Ютюбе. Вот. Сейчас у нас на русскоязычном более сотни просмотров. А я хотел бы Бобу Гринье, пользуясь случаем, выразить большую благодарность, потому что он выложил это на свое... Андрей, давай мы без этой самой... Свои личные какие-то дела. Мы о Пархомове говорим сегодня. Да. Хорошо. На этом заканчиваем. Да, в принципе, я закончил. Я просто хотел сказать, что за рубежом, в принципе, интерес очень большой к этой модели. Мы говорим сегодня про Пархомова, а не прочитывая. Да. Ну вот, я просто хочу сказать, что есть альтернативные подходы. И, в общем, они в ряде случаев лучше, а ничуть даже не хуже, чем то, что предлагает Александр Георгиевич. А вот этот слайд действительно очень интересный, предыдущий был. Но надо разбираться во всех этих вопросах. Залучись заканчиваясь, Андрей. Ты никогда не можешь закончить, остановиться не можешь. Да. Ну, последнюю фразу скажу, что действительно в чем прав Александр Георгиевич? В том, что для того, чтобы, так сказать, вот далеко идущие выводы делать из странного излучения, конечно, надо все возможные методические вопросы очень внимательно рассмотреть и убедиться, что действительно мы себя не обманываем здесь. Все, спасибо. Ну, закончил очевидными сентенциями, как обычно. Да, значит, Юрий Кириллович, пожалуйста. Да. Ну, я думаю, что частица, не частица вращается, частица не гладкий шарик, это, понимаете, а вращается носитель. И с собой он вращает эту частицу, которая, как абразив, царапает, либо придавливает. Это первое. И тут возникает вопрос, что же является носителем, который вращается. На мой взгляд, это просто возникает. Вот мы с Евойловым измеряли, вернее, ловили эти частицы, будем говорить, странные. Это на дуговой установке. То есть, когда дуга у нас горит, вернее, замкнули, мы разрываем, в этот момент возникают две поверхности, два электрода. Это своего рода резонатор, как интерферометр фабри-перо. И там возникает, и поскольку это резонатор, идет накачка. Если у нас ток протекал до этого при разрыве, ну, какой-то, ну, и будем, ну, скажем, 10 ампер, то энергия будет пропорциональна квадрату тока умножен на индуктивность, которая есть вот в этом резонаторе. И при этом, возможно, накачка до больших энергий. Тут можно почитать. И дальше вот это вот, из этого межэлектродного промежутка, там расстояние несколько, там, допустим, десятков микрон, выскакивает солитоннообразная структура. Она проходит через стенку, через сосуд проходит через стенку, и, выйдя наружу, может прихватить пыль, а может не прихватить, это же дело. Может одну пылинку, а может быть там с десяток. Вот, и дальше это, вращаясь, солитон может парный быть, либо одиночный. Вот я выложил там сегодня вот одну из статьев в этом, значит, телеграмме. Можете посмотреть и выйти на эту статью саму по этому, значит. И вот это, вот носитель, вращаясь, с собой, значит, носит, несет вот эту частицу, которые не гладкие, не угловатые, может быть, произвольно такой формы, вращаясь, как бы прогрязает вот это. Либо без частиц, может быть, сама солитоноподобная структура, она температура высокая, она может оплавить. Вот такой, мне кажется, механизм, это предположение мое, да. То же самое в этом, может быть, оптический солитон, который бежит по волокну, световолокну. То же самое солитон возникает при разрыве, электровзрыве, вот опыте Урускоева. Когда разрывается, значит, у нас взрыв, вместе с разрывом возникают как раз две грани, это интерферометр, по сути. И за короткое время может накачать туда большое количество энергии, и оттуда выскакивает солитонная структура, которая может дальше уже нести там и частицы, и что угодно. Вот, пожалуй, все, что я мог сказать. Спасибо. Спасибо, Юрий Кириллович. Юрий Кириллович, все-таки вот я напомню, что мы договорились, что вы осенью регулярно выступите. Я для присутствующих сообщу, что Юрий Кириллович по образованию, по своему как бы складу своих научных исследований, он склоняется к тому, что это не частица, как бы, как мы это привыкли, какая-то частица, а это некая колебательная структура солитонного типа. А солитоны, напомню, возникают в случае, если большая зависимость вот у среды от частоты. И при этом возникают солитонные структуры. Да, вот это очень важным обстоятельством для рождения солитона. Поэтому особо обратите внимание в вашем докладе за счет чего и что приводит вот к такой вот дисперсии, очень серьезной дисперсии, которая, значит, вот в зависимости неизвестно чего от частоты. Вот. Ну вот поэтому вот он об этом сейчас говорит. Но это, конечно, ну, наверное, имеет место, но все-таки для нас чуть-чуть странновато пока. Но надо это объяснять, поэтому вот ваше выступление будет очень важно. Спасибо Юрию Кирилловичу. Значит, я отодвинул на второй план Геннадия Тарасенко. Геннадий, ваше замечание, пожалуйста, выступление. Ну, я с Александром, когда выступал в 15-м году с Бобом и так далее, когда смотрели его, все картинки и так далее, он решил обогреть всю нашу Сибирь и так далее. Мне это очень понравилось. Ну, я записал этот диск и так далее и выложил на Леннерфорум. Можете тоже посмотреть. Я там всегда печатаюсь. И что я хотел сказать, что вот эти процессы, о которых они говорят, эти процессы происходят в земной Корее. Вы говорите, что песчаник там, корунт и так далее. Идет трение, и тогда получаются вот эти странные излучения и так далее. Это я уже слышал много раз от вас. Но эти процессы идут в земной Корее. И надо делать такие процессы, которые бы говорили о том, что идет трение, как расческа и так далее. Все это должно вот так происходить. Понимаете? И из-за этого, что вот вы говорите, что и это есть, туда-сюда, там. Ну, это глупость и все, ребята, мне кажется. А вам надо сесть за геологией, изучать, что это дело. И там вот эти процессы идут, вот эти сейсмические процессы, землетрясения и так далее. Все они связаны с этими процессами. Там все есть в земной Корее. А мы ничего не даем ему, чтобы он что-то делал. И в этом плане, сколько уже это было, ваших докладов на эту тему? Много же было. Я просто хотел Александр сказать, что вот это дело, чтобы он посмотрел геологию и с этих позиций выступал. Там надо делать все это по таким образцам. Вот эти как раз шаровые конкреции, они как раз являются, получали энергию от этой энергии. Это за счет энергии получалось шаровые молнии, шаровые молнии делали конкреции и так далее. И вот эти шаровые конкреции, они как раз являются тоже как шары. Вы как еще можете объяснить, как они появляются и так далее. И вот с этих позиций надо все это объяснять, понимаете? А то, что вы сейчас говорите и так далее, уже цирка там три с половиной года. Геннадий, мы уже по третьему кругу начинаете обсуждать критику, ну такую, неконкретную. Это все, что вы хотели сказать? Ну, в общем-то, да. Спасибо. Я чувствую, спасибо. Спасибо. Так, теперь, значит, еще Игорь Бойлер, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Игорь, чуть-чуть громче, если можно. А вот так хорошо? Вот так лучше, да. Ну, я, так сказать, в традиционном ключе выступлю. Я не верю в нейтрино там, не думаю. И не думаю, что это какие-то частицы. Вот моя гипотеза такая, что, ну, например, вот работает генератор Вачаево. И он при разряде создает ударные, ну, даже не волну, а течение в эфире. Вот. Это течение подходит к этому диску. Диск для него в каком-то смысле прозрачен. Он внутрь спокойно входит туда. И скорость довольно критическая у него. Вот. А дальше он начинает обтекать ядра вот этого вещества, любого там, в том числе этого диска. Возникает, значит, возмущенное течение. Ну, может быть, какие-то даже такие моменты, как вот у Югенса, да, там вторичные волны образуют фронты. Они вырываются на поверхность. То есть они сжимаются в результате этого. Потому что, значит, вот он же все-таки, они испытывают, это течение испытывает сопротивление со стороны ядер вещества. Вот. Там возникает градиент давления. Вот. Потом, когда он вырывается, эта штука на поверхность другую уже этого диска, то в слабых местах, где там почему-то какие-то неоднородности вещества, он вырывает какие-то молекулы отдельные. Вот возникают вот эти вот дырки, да, вот как отдельные дырки. Вот треки, как отдельные дырки. Что касается, не треки, а вот просто, ну, кратеры, кратеры. А что касается треков, тут, конечно, сложнее, но возможно, что там действительно фронты какие-то образуются, волновые, которые подходят не параллельно поверхности, а под каким-то углом. И вот в каком-то месте пробивается сначала кратер, потом по этому кратеру начинает идти трещина, из которой вырывается вот это вот сжатое течение эфира. И мне кажется, что, чтобы разобраться в этом, надо просто почитать, или кто-то, может, знает, значит, вот проблемы газодинамики, значит, как вот такие сжатые течения газа реагируют с сетчатыми структурами. Боюсь, что там будет привезена такая же картина, как вот на ваших этих дисках. Спасибо. Что, все зависло, что ли? Да, за Телепин опять, судя по всему, зависло. Да у меня та же самая история, периодически отключается, подключается. Ну, да, может быть… То есть я хочу сказать вот что. Вы подумайте на такую тему, что это не на поверхности происходит и не снаружи воздействие на ваши диски, а оно происходит воздействие на ваши диски изнутри. Течение втекает в ваш диск, а потом, вырываясь из него, вырывает эти дырки, понимаете? Кстати, кто-то говорил, я не помню, что там, на этих кратерах есть такие, как бы, те самые, наружу торчащие края. Ну, вот отсюда не торчат, потому что у вас давление бьет изнутри диска снаружи. Давайте, Влада, сжигалов послушаем. Давайте. Да, давайте. Я, как со докладчик, я хочу немножко дополнить с основного докладчика. Сначала я хочу вам показать пару интересных картинок. Если, Александр Георгиевич, вы сейчас закроете демонстрацию, да, я попробую включить свой экран. Да, спасибо. Значит, картинки у меня будут 3D. Сейчас я попробую, значит, запустить. Это программа, которая, собственно, позволяет видеть в 3D-варианте вот те самые ISM-снимки. То есть, вот, сейчас у меня тут немножко прочихается компьютер. Ну, мы уже видим, вот, Влад, вашу презентацию. Это все та же презентация, просто я хочу сейчас запустить именно программу. То есть, она у меня тут ждет, и у меня тут что-то... А может быть, не надо это самое, пытаться там свой компьютер насиловать словами, пожалуйста. Скажите, что вы хотите сказать. Я хочу сказать, что вот теории, которые игнорируют тот простой факт, который мы видим разными методами микроскопии, ну, от оптики до ISM, там, РЭМ и так далее, да, то есть, вот эти факты, они накладывают очень жесткие условия на набор теории, которые могут возникнуть, ну, точнее, гипотез пока на этом этапе, да. И вот то, что мы видим непосредственно движение частиц по поверхности, очень важно, по поверхности, движение твердых частиц по поверхности, что где-то это качение, где-то это скольжение, это твердый факт. Так говорят, твердо установленный факт. И поэтому очень многие теории здесь, к сожалению, сразу отпадают. Те, которые не могут этого объяснить, или те, которые прямо этому противоречат. Это с одной стороны. С другой стороны, возникает такой психологический момент, психологический барьер, да, он связан с тем, что признать, что треки странного излучения – это царапина, очень тяжело. Я сам очень долго, так сказать, внутри себя чувствовал такой блок, что я не могу это назвать царапиной. А по сути это царапина, да, это что-то, что черкает поверхность и царапает поверхность. Вот еще была такая дискуссия интересная, ну, не знаю, лет 20 назад между Руцкоевым и Кругляковым покойным, да, вот Кругляков, у него был такой совершенно тоже убойный аргумент. Говорит, ну, что вы носитесь с этими фотоэмульсиями, с этими треками? Ну, это же царапины. Любой вам физик-ядерщик скажет, что вот просто поцарапанные материалы. На что Руцкоев в свойственном его манере с юмором отвечал, ну, хорошо, это царапина, но это волшебная царапина, судя по их свойствам. Вот мы дошли до того, что действительно можем назвать это царапинами, но можем назвать в том числе и волшебными царапинами, если немножко следовать чувству юмора у Руцкоева. Но при этом мы дошли сейчас до момента, когда мы должны преодолеть следующий психологический барьер и признать, что тут движутся пылинки. И вот вопрос, а это обычные пылинки или, опять-таки, какие-то волшебные пылинки? То есть понятно, что это обычные пылинки. Если это обычные пылинки, то движутся они очень необычным образом. Сейчас только сказал, что пылинок у них не бывает, у них треков, у них только кратеры бывают, потому что закрыто все. Ну, значит, вы не можете объяснить вашей теорией, почему только одни кратеры возникают. Пылинок нет. Еще вы же сами говорите, что не видите этих пылинок в конце треков. Ну, и как с этим? Можно я сейчас продолжу? Друзья, пусть пульжигалов закончат. Пульжигалов закончат. То есть мы стоим сейчас перед вопросом. Эти пылинки, во-первых, их происхождение – это обычные пылинки, бытовая пыль, которая нас окружает, или производственная пыль и так далее. Или же происхождение этих твердых частиц, если это твердые частицы, мы их с полным правом можем называть пылинками. Просто по определению. Но вот их происхождение – это вызывает вопрос. И я здесь хочу в своем дополнении скорее упомянуть те факты, которые не вмещаются в эту гипотезу. Их несколько. Первый факт – это вот здесь немножко упоминалось, вот те самые треки-близнецы. В основном упоминались зеркальные треки, но вот треки-близнецы – это когда на небольшом пятачке чувствительного материала, ну, примерно, может быть, один квадратный сантиметр, не больше, видны абсолютно похожие, идентичные по форме треки. Ну, вот те самые треки. Если мы предполагаем, что это движется обычная пыль, которая как-то необычным образом была заряжена неким агентом, нужно тогда предположить, что, во-первых, все эти пылинки движутся по действиям общей силы. Допустим, вот на протяжении вот этого небольшого участка, там, не знаю, один кубический сантиметр, там направление этой внешней силы будет одинаково. Это первое. Второе – чтобы эта сила одинаково менялась во времени, во всех этих точках. То есть это вот что-то такое, некое общее, что возит эти пылинки по поверхности, чтобы они оставляли треки. И нужно, чтобы в этот момент все эти пылинки были одновременно на поверхности. То есть, да, они могут, в принципе, если они там висят в воздухе, они могут там как-то двигаться. Но вот треки оставляют только те, которые соприкасаются на момент с поверхностью. Вот это предположение. Здесь уже немножко, ну, немножко интуиция восстает. Она говорит, что представить себе, что там одновременно множество пылинок будут двигаться совершенно синхронно, образуя совершенно такие одинаковые треки. Вот это вот мне сложно себе представить. Дальше. Очень важный факт. Я его когда-то упоминал, но еще раз скажу, да, что мы не наблюдали корреляции между запыленностью диска. Вот когда я снимаю эти, значит, вот треки, да, там очень много фотографий приходится делать на каждый диск. Каждый диск – это примерно 200 фотографий делается. Ну, а таких дисков там у нас были сотни. И вот не наблюдается корреляция между запыленностью диска на момент, когда я фотографирую, и количеством треков. Значит, скорее всего, это не та пыль, которая лежит на поверхности чувствительных материалов в момент, когда, так сказать, что-то происходит рядом с реактором. Скорее всего, если это пылинки, то это пылинки, которые там пролетают мимо реактора, и они вот тогда вступают в действие, вступают в какое-то, значит, вот, так сказать, движение. Мы дополнительно делали такие эксперименты. Мы накрывали диски просто бумагой, такими накладочками бумаги, тоже круглыми, по форме дисков, и тоже не было никакой корреляции. То есть вот на накрытых дисках тоже все равно появляются треки, и нет зависимости. Вот накрыли диск бумагой, не накрыли диск бумагой, примерно вот одинаково образуются. Мы располагали эти диски по-всякому. Можно было расположить лицевой стороной вниз, можно было их вот так вот поставить вообще вертикально, да, по-всякому. Тоже никакой корреляции мы не видели того, а как вообще, собственно, у нас, ну, сколько треков образуется. Это тоже немножко странно, потому что, ну, вроде, чем больше пыли, тем больше должно быть треков. Ну, и да, и вот то, что у Андрея Частаринова сейчас вот был вопрос. Если мы предполагаем, что мы знаем, откуда берутся эти частицы, микрочастицы твердые, да, ну, пыль, допустим, куда они потом деваются? Потому что в концах треков мы не обнаруживаем тех самых частиц. И вот не знаю, сколько у меня тут получится, не получится открыть вот эти картинки. Может, они не открываются, короче, да. Ну, вот я, мое дополнение, оно немножко показывает те факты, которые не хотят, как бы, умещаться в эту гипотезу, не хотят вставать прямо вот как влитые, да. Но тем не менее, на мой взгляд, вот этот вот барьер нужно преодолеть, он психологический барьер, вот терминологический, я бы так сказал, барьер, потому что можно это называть пылинками, можно это не называть пылинками, но вопрос происхождения этих пылинок, на мой взгляд, это еще нужно подумать, еще нужно поставить эксперименты. И последний момент, который я хочу сказать, вот тот проверочный эксперимент, который Александр Георгиевич поставил, когда за минуту было некоторое вполне себе такое заметное количество треков на его установке, вот это очень важно. Вот это вот, я думаю, что это нужно повторить, эти эксперименты много раз, и мы тогда будем как минимум иметь источник интенсивного странного вот этого излучения, источник треков, потому что, когда эти треки образуются всего лишь за минуту, это очень большая интенсивность. В наших экспозициях обычно там неделю занимает экспозиция дисков рядом с реактором, ну, там скорости на порядок, просто на порядке меньше получается образование этих треков. Ну, спасибо за внимание. Спасибо, Влада Жигалову. Значит, у нас последний, последний комментарий от Евгения Егорова, и я еще тоже пару слов скажу, и потом Пархомов заключить на слово. Да, Евгений, пожалуйста. Спасибо. Вот здесь, на мой взгляд, так сказать, очень хорошие аргументы за счет, опа, Я пропал? Меня слышно? Евгений, вас слышно, но вы давайте без раскачки, четче, немножко четче давайте. Что вы хотите сказать? Четче, ну, надо учитывать, что при механическом воздействии, в том же самом, включаются сначала электрические, а потом магнитные силы по мере углубления, так сказать, структуру материи. И вот здесь, в большей степени, в этой модели предложенной, так сказать, срабатывает то, что я бы назвал оптическим обманом. Просто-напросто, ну, вот поверхностное суждение, если углубиться, то мы получим нормальное течение, так сказать, процесса, который включает в себя и механическое воздействие, и электрические процессы, и на самых глубоких уровнях, так сказать, магнитные процессы, типа спин-спинового взаимодействия. Спасибо. Спасибо, Евгений Егорову. Ну, я пару слов скажу. Во-первых, я хочу напомнить, что какое-то время назад, и даже Влад Джигалов задавал мне вопрос, я на него отвечал, что реактор, любой реактор, их у нас несколько, из десяток каких-то разных типов, порождает некоторое вещество. Мы его называем темный водород. Тут вот сегодня звучал термин носитель там и так далее. Мы его называем темный водород. У нас есть основания для этого и даже экспериментальное основание, который в атмосфере кислорода, в атмосфере воздуха, окисляет кислород, присоединяет его к себе, в первую очередь к кислород, потому что это магнитоактивная молекула кислорода. Темный водород обладает магнитными свойствами, окисляет его, отрывает электроны и присоединяет к себе ядра и нарастает, нарастает, как вот снежный ком такой, становится настолько большим, что он уже может рисовать треки, начиная с некоторой длительности вот этого пролета по воздуху. Ну, возможно, это 20 примерно сантиметров. Вот как я бы рассуждал, ну, со своей точки зрения, каким образом это все возникает. И эта частичка может присоединить к себе, например, пыль, и дальше начнется вот тот процесс, о котором рассуждал Пархомов сегодня. Вот что же прижимает? Вот это очень важно. Вот только что Егоров очень важно озвучил термин магнитное взаимодействие. Я еще раз, я уже несколько раз об этом говорил, еще раз скажу, что в наших институтах, ну, как пока, по крайней мере, когда я учился, очень плохо, очень плохо вели образование по магнитному, магнит-магнитному взаимодействию. Вот магнитное взаимодействие у частиц, о которых я говорю, это маленькие магнитики, по сути дела, очень маленькие магнитики с поверхностью. Оно не обязательно со спином, но и спин, оно и с орбитальными моментами тоже взаимодействие, но и со спином электронов тоже. И оно заметно более интенсивным, может быть, чем кулоновское, никаких зарядов не нужно. Будет взаимодействие, магнитное взаимодействие вот этой частицы с поверхностью любого вещества, потому что на поверхности это вещество будет электризоваться, можно так сказать, но не электризоваться, магнитозаваться, и магнитные моментики в любом веществе, вот электронной орбитки, выстроятся таким образом, что это вещество будет взаимодействовать, ну, например, поверхность CD-диска будет взаимодействовать с этой частицей, наросшей вот за счет имеющей большие размеры. И таким образом может образовываться и треки, и таким образом могут образовываться и кратеры, о которых я говорил. Теперь, значит, вот важное сегодня прозвучало, что нам нужно сделать вот какой-то такой перелом в себе и сказать, что это все-таки обычные, какие-то обычные царапины. Нет, это не так, потому что вот, ну, моя точка зрения, потому что мы всегда вот почему-то и в наших вебинарах, в наших исследованиях всегда пытаемся найти какую-то одну причину, чего, какого-то явления. А природа не так устроена. Если можно 10 или 20 каких-то процессов запустить, она все процессы запустит. Поэтому тот процесс, о котором я только что говорил, с темным водородом и с магнитными какими-то там притяжениями, не кулоновскими, а магнитными, там никаких электронов, никаких электронов двигаться никуда не нужно. Вот. Вполне возможно. Но вполне возможно и то, о чем сегодня Пархомов говорил. Одно другого не исключает. Вот в чем вся хитрость. А вот это вещество, которым я сейчас вот говорил, темный водород, оно не просто чертит, вот когда оно большое, но оно и разъедает, как кислота, разъедает любое вещество, потому что это очень мощный окислитель. Ну вот, вот это надо иметь в виду. Процессов может быть много, не нужно все сводить к какому-то одному процессу, вот это что-то чертит. Нет, там много процессов. И чертит, и разъедает, и там и плавит, и еще Бог весь что. Друзья, значит, я свое закончил, и пожалуйста, Пархомов, Саш, твое слово заключительное. Ну вот последние слова Затерепина очень правильные, что не может быть что-то одно, но что-то много, многое работает. И вот как раз в нашей гипотезе работает, как мы видим, многое. И вот если вы посмотрите на экран, здесь вывешен последний слайд, чем же хороша наша гипотеза. Смотрите, она отвечает на пять вопросов. Ни одна другая гипотеза толком не отвечает ни на один из этих подставленных вопросов, которые соответствуют обнаруженным свойствам вот этого феномена появления треков. Ну а если вот выступление Жигалова показало, что мы понимаем, что это только начало. Невозможно так вот сразу ответить на все вот эти вот интересные заданные вопросы, почему там металл, почему значит изломы происходят и почему вот она все-таки тянется. Кстати, вот это вот интересный вопрос Чистолейнов говорит, что значит она не может тянуться, непонятно, чем тянуться. Ну да, вообще-то может быть это не электрические силы, надо подумать, что это такое. А зачем там переменные вот эти вот почему переменные должно быть все зачем? Вот катится колесо с протектором, она прижимается к земле одинаковой силой и там прекрасно отпечатывается вот этот рельефный узор. Ну вот взять другие теории, вот например теория Никитина очень тоже остроумная, что какой-то кластер летит над поверхностью и периодически значит сбрасывает какие-то бомбочки. Но это конечно так очень интересно, оригинально даже это обосновывает, но все-таки непонятно откуда эти кластеры берутся, ну и прочие многие вопросы. И вот всегда возникает вопрос вот эти теории они даже не подходят к объяснению вот этого последнего вопроса. Почему интенсивность появления треков не постоянно при одинаковых казалось бы условиях? Вот идея аквелинка как раз на этот вопрос отвечает очень простым и понятным способом. И вообще вот эта гипотеза она чем хороша? Она такая вот заземленная, она не требует привлечения каких-то новых экзотических сущностей. Ну в противовес вот скажем теории Чистолинова там и темная материя там значит базе значит тенденсат там вот эти вихри сверхпроводящие конечно это может быть и правильно может быть теоретикам это очень интересно но по сути дела вот эта вот идея она не отвечает ни на один из вот этих поставленных вопросов ну что вот я думаю что это вот так сказать это наметки наметки надо думать надо думать как это все происходит но ни одна другая ни один другой подход я не вижу что он вот так и приближается к ответу на вот на эти вот не позволяет приблизиться к объяснению многих свойств этого феномена а эта гипотеза она позволяет комплексно объяснить по крайней мере вот основные основные свойства но надо думать о том как объяснить другие свойства которые пока непонятны как объяснить ну ладно спасибо спасибо Пархомову Александру Георгиевичу ну друзья значит наш сегодняшний вебинар заканчивается я еще раз хочу объявить о том что мы делаем перерыв на два с половиной месяца следующая наша встреча 13 сентября 2023 года отдохните наберите сил но я бы все-таки тогда задание вот по результатам сегодняшнего вебинара дал вот трем нашим уважаемым участникам это Пархомову Жигалову и Чистолинову а можете ли вы создать список они могут конечно создать список свойств неизвестного излучения и мы его который вот ну обязательно должен быть вот и мы его как бы зафиксируем этот список где-то осенью признаем его ну для нашего вебинара обязательным каким-то и будем каждый раз проверять а вот это свойство объясняется или нет вот давайте все вместе попросим нашу вот эту тройку великолепную у каждого своя возникнет свой список но мы его пообсуждаем осенью и единый список какой-то создадим и зафиксируем друзья на этом я заканчиваю я надеюсь что у нас тут прерывалось у меня даже обрывалась связь что-то с интернетом вот но надеюсь что запись все-таки шла потому что это все на другом компьютере где-то там в Германии возможно это все шло нормально и я через пару часов вам эту видеозапись разошлю друзья до новых встреч до осени до свидания счастья здоровья до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...